Дорогие друзья, ну вы позвали, я пришел, поздно может быть несколько, затянулось время перед нашей встречей, ну как позволил график. Куча вопросов появилась к президенту, и когда я сказал, да, я поеду в Багаунта Ливана, обрадовалась, она не верила, что после всех этих событий я уже приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство, я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили. И самое главное, мы построили, вдумайтесь, в истории нашей страны первое суверенное и независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом и автоматом в руках. Чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну. Я ею горжусь. Я знаю, что много недостатков. Но четверть века в истории это ничто. Это пыль. За четверть века такое не делают, что мы сделали. Вы со временем это поймете. Нас не будет, но вы оцените это. И, конечно же, за такой короткий промежуток времени и закровавленного куска огромной империи, создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Ну так давайте их исправлять. Но я не понимаю, зачем же ломать то, что мы создали собственными руками. Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки ломаного гроша не взял и не украл ничего. У меня единственное, что есть, это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. Поэтому я очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить.